Приветствую, я Аганна и всех зрителей первоценичного канала. Хочу вам рассказать вот такую вот историю, с которой я столкнулся буквально на днях, и которая меня, 38-летнего мужчину, просто привела в обеспокоенность, мягко говоря. История такая. Мне понадобилось приобрести в одной фирме некое пневматическое оборудование, а именно пневматическую трубку из полиамида. В интернете, естественно, я нашел достаточно неплохой вариант. Был это такой большой сайт крупный, где-то все продавалось. В общем, я заказал, мне пришел ответ, что да, можете забирать, все хорошо. Компания действительно очень крупная, там есть все-все-все, что нужно по этой тематике. Пневматические трубки, компрессоры, пневмоинструмент, в общем, все, что нужно. Ну и компания такая очень долго существующая на рынке, в общем, к ней никаких претензий нет. В общем, я поехал забирать по указанному адресу заказ самовывозом. И компания находится, в общем-то, в промзоне, на территории какого-то бывшего, видимо, советского предприятия, которое теперь просто отдельные здания сдаются в аренду, и вот там она находится. Ну, суть не в этом. Прохожу через проходную, ищу этот блок, где находится эта фирма. Я специально, кстати, называю ее, не озвучиваю название ни сайта, ни самой компании, объясню почему, чуть попозже. Ну, в общем, захожу я в эту компанию, в то место, где находится торговый зал. Там сидят менеджеры, что очень важно, одни мужчины. То есть, заходишь, прямо перед тобой большой такой зал, слева человек пять, наверное, сидит прямо перед тобой, человек пять. И справа тоже человек пять, то есть 15 человек. Это, в общем-то, весь торговый коллектив этой компании. И рядом есть стенды на стенах, где, в общем-то, все предлагающееся к продаже оборудования и представлено. Ну, я называю себя, говорю, что вот номер заказа мой такой-то, и, как бы, говорю, что вот готов, собственно, оплатить и все, как бы, купить. Окей, мне говорят, ступайте вот по коридору, там, налево-направо, потом направо-налево, вперед-назад, и окажетесь в бухгалтерии. Там будет, в общем-то, касса, где вы сможете все наличными оплатить. Я говорю, ну, хорошо, благодарю этих мужчин за то, что мне все подсказали, иду оплачивать. Заказ у меня, на самом деле, был не очень большой, ну, порядка, там, может быть, 600 рублей за вот это вот оборудование пневматическое. Иду по коридору, налево-направо, направо-налево, вперед-назад, вижу перед собой дверь такая, прямо передо мной. Там написано, бухгалтерия, ну, фирма, и название вот этой фирмы. Думаю, ну, значит, платить здесь. Стучусь, открываю дверь, ну, там дверь стеклянная, там сидит женщина, там еще одна женщина. Ну, явно, что, в общем, бухгалтерия. И спрашиваю у них, здравствуйте, касса здесь? В общем-то, спросил дружелюбно, как обычно, да, как клиент. На что женщина, которая сидит прямо передо мной, ни глазом не моргнув, отвечает, касса в Ашане, а здесь бухгалтерия. Думаю, ну, хорошо, юмор хороший, я ей говорю, отличный юмор. Думаю, ладно, хорошо, деньги-то здесь платить или в Ашан пойти? Она. Ну, вы можете в Ашан пойти. Я говорю, хорошо. То есть вы не собираетесь у меня деньги принимать. Ну, вы можете в Ашан пойти, молодой человек. Я. Знаете что, может быть, мне с директором к вам подойти? Хотите, идите с директором. Говорит мне она, я выхожу, уже, по сути дела, оплеванный этой женщиной, хотя я к этому не подал никакого, в общем-то, повода. Иду обратно в этот зал, где сидят мужчины, спрашиваю у того же менеджера, слушайте, кто у вас ответственный вообще? В чем дело, спрашивают они. Я говорю, вы знаете, вот там в бухгалтерии сидит дама и обсказал им весь вот этот наш диалог. На что мне мужчина, который там назвался ответственным, хотя он не был не генеральным, просто, может быть, ответственным за группу менеджеров, он мне сказал, вы знаете, вы не обращайте на то, что она говорит, просто оплатите, как бы, и все. На что я ему ответил, что давайте, я, конечно, могу не обратить внимания, но давайте мы вместе с вами пойдем, постучим ей по башке, ну, как бы, за это неуважительные отношения, чтобы уже больше никому, кто приедет к вам покупать, уже не было такого, в общем-то, хамского отношения. Ладно. Вызвался пойти со мной тот менеджер, с которым мы общались, мы пошли по коридору налево-направо-вперед-назад, дошли до бухгалтерии, открываем дверь, там сидит эта дама, и так, с насмешкой уже спрашивают, хм, а вроде хотели спривезти директора. В общем-то, я говорю, вот смотрите, вот эта дама, она мне начинает говорить какие-то несуразности. Вот. И дама сразу этому мужчине, который является менеджером, он не ответственный, он не директор, она ему говорит, ну, я сказал мужчине вот этому, что он может пойти и в Ашан, и где хочет, и где кассу, здесь не касса, здесь в бухгалтерии. При этом я обращаю внимание, что у нее рядом с ее рабочим местом находится кассовый аппарат, ну, для оплаты картой, как бы для проведения там всяких операций, именно кассовый аппарат. То есть, что ей мешало просто так ответить, что да, здесь касса, молодой человек, заходите, платите деньги, всего вам доброго. Ладно. Тут уже не сдержался я, потому что такого хамского отношения, да еще в присутствии свидетеля, то есть, понятно стало, что она уже ничего не боится, ей на все плевать. Я у нее спросил, женщина, ну, что с вами такое, у вас что, климакс? На что уже этот мужчина говорит мне, мужчина, ну, вы не хамите, зачем вы так? Я говорю, вы знаете, она первая, в общем-то, начала, и говорю этой женщине, слушайте, ну, может быть, вам не стоит работать с людьми, может быть, вам не стоит работать с людьми, может, вам какую-нибудь другую работу найти? Это я уже стал наезжать, откровенно говоря, потому что я понял, что ничего хорошего тут меня уже не ждет. Она, ну, может быть, я говорю, ну, может, вам тогда пойти в уборщицы, поработать с мусором, а не с людьми. А что она отвечает, с вами, что ли, то есть? Понятно, что уже диалог зашел в тупик, и я сразу понял, что вот в этом, как бы, диалоге на кухонном языке, когда две кухарки не могут поделить плиту, уже, в общем-то, ничего не светит. Я просто сказал этому мужчине, который является менеджером, говорю, знаете, я у вас ничего покупать не буду. Развернулся, и чтобы дальше не продолжать эту неприятную ситуацию, просто ушел. К счастью, надо сказать, что за мной все-таки последовал, за нами последовал какой-то там ответственный мужчина, которому уже за моей спиной этот менеджер пересказывал весь разговор и сказал, что вот мужчина остался недоволен обслуживанием. Дальше я уже не слышал, о чем мне там говорили, но я просто ушел. И надо сказать, что довольно счастливо это все закончилось для меня, потому что я просто поехал искать нужный мне товар, как бы, в других магазинах. И буквально через час в другом магазине, гораздо дешевле, нашел именно то, что мне надо, и совершенно, как бы, удовлетворенно этим всем поехал домой заниматься своими делами. Ну вот, почему я не называю название этой компании сайта? Дело в том, что я сначала думал, как же мне, ну, насолить вот этой даме и всему этому коллективу, и этому директору, который такую дуру содержит. Ну, немножко, как бы, переосмыслив всю эту ситуацию, я понял, что, а кому я сделаю хуже? Эта женщина, она все равно никогда ничего не поймет. А вот если, например, я озвучу название сайта, название фирмы, как-то встану, ну, высказывать свое недовольство, как клиент, который остался недовольным обслуживанием, и высказывать его в интернете на всеобщее обозрение, то пострадают именно вот эти мужчины, которые такие, роем там работают. А вот эта вот дама, которая в одиночестве работает в своем кабинетике, она останется, как бы, ну, не наказанной. А пострадают вот эти мужчины и этот директор этого предприятия, который, в общем-то, ни при чем. Который очень сильно старается, чтобы вывести свою продукцию, свою компанию в лидеры, продает только самую лучшую продукцию и так далее. То есть, ну, смысла нет никакого. Но, мне уже 38 лет, как я сказал ранее, в самом начале. Но, знаете, вот такого хамства я не встречал очень давно. И, наверное, может быть, еще в студенческие годы вот такое вот встречалось. Причем повсеместно, да, то есть, с начала двухтысячных. Потом как-то все это сошло на нет. И уже теперь, как бы, я не молодой человек, я совершенно уже взрослый мужчина. Которым, в общем-то, и посторонние мужчины, ну, относятся нормально. Вот. Даже вот, когда я ходил там по этому предприятию, искал вот нужный мне блог, там, спрашивал у мужчин, которые работают на улице, кладовщиками, суровые мужики, говорю, мужчины, не подскажете, вот как мне найти вот такое-то, вот такое-то предприятие. Они там прерывали все свои дела и, как бы, подсказывали мне, как мне пройти. То есть, совершенно нормальный разговор между взрослыми людьми. То есть, абсолютно дружеское отношение. И вот здесь вот, на самом таком рубеже, когда предприятие, ну, естественно, оно преследует цель извлечения выгоды. И вот, когда человек уже подносит рубль, грубо говоря, к кассе, а ему в этой кассе говорят, да пошел ты в жопу. Ну, такая ферма, наверное, долго не просуществует в любом случае. Это очень жаль, но вывод такой, я из этого сделал. Мужчины, если в вашем предприятии работает женщина, как правило, это будет самое-самое слабое звено. Это будет то звено, через которое может к вам прийти белый пушистый зверек. Поэтому очень внимательно смотрите не на тех мужчин, которые на вас работают и делают самую большую выгоду, а смотрите на то, кто сидит на второстепенных должностях. И, как правило, именно через этих людей может прийти какая-то беда. Ну, в общем, на этом все. Желаю всем мужчинам успехов, мужскому движению, процветанию. И Огану, молодец, Оган, так держать.